Итак, в этом видеоуроке мы поговорим о том, для чего нам иностранный язык в зарубежной поездке, как он может нам пригодиться. Ну, представьте ситуацию на дворе, скажем, лето, или весна, или зима, или осень, неважно, какое время года. Самое главное, что это время отпуска, а значит впереди путешествия в жаркие и не очень странные. Новые впечатления и знакомства. Для того, чтобы путешествовать с максимальным комфортом, нужно учесть множество нюансов. Правильно подобрать отель, разработать маршрут, ознакомиться заранее с достопримечательностями, чтобы уже на месте точно знать, куда отправиться. А еще нужно убедиться, что вы и ваши спутники в достаточной степени владеют английским языком. В заграничной поездке ваша способность объясниться по-английски, и не только по-английски, станет просто бесценной. Ведь несмотря на то, что во всех туристических уголках мира хорошо знают, а кое-кде даже и любят русских, ну, конечно, не везде, да? Говорят на русском далеко не везде. Если вы отправляетесь в Турцию или Египет, тогда можно не волноваться. Русские в этих странах знают практически все работники отелей и туристических лавочек. А вот если ваша цель – культурная поездка в Лондон, или в страны Скандинавии, или в Италию, в Испанию, в Японию, да мало ли куда еще, то без английского вам никак не обойтись. Для чего же он вам понадобится? Ну, во-первых, зная английский язык и вообще иностранный язык, можно неплохо сэкономить. Ну, начнем с заказа билетов. Конечно, вы можете выбрать и заказать билеты на самолет через туристическую компанию или через русскую компанию-партнера, нужной вам авиалинии, если вы летите иностранным перевозчиком. Там вам с удовольствием все объяснят и расскажут, и помогут сделать бронь билета. Но, как туристическому агентству, так и компании-посреднику вам придется доплатить. Если вы знаете английский, вы можете смело отправляться на сайт самой авиакомпании, например, Air Berlin или British Airways, и заказать билет у них. Без всякой наценки это сделать. Где еще может понадобиться английский? Это, конечно же, шоппинг. Допустим, вы приезжаете в какую-то страну, неважно в какую, будь то Эмираты, будь то Италия, Испания, Таиланд и так далее. Для многих людей самое приятное в путешествиях – это шоппинг. Пройтись по молу в Лондоне, прикупить новинки моды в Париже или антикварные поделки в Риме, что может быть приятнее. При уверенном знании английского у вас всегда будет шанс выторговать хорошую сделку. Хорошее знание языка будет отлично под спорем, куда бы вы ни поехали и какие бы покупки вас не интересовали. Кроме того, английский язык станет вашим лучшим другом в аэропорту. Опять же, если вы летите из Москвы в Турцию, вы как-нибудь справитесь и без языка. Но вот если вы отправляетесь, например, в Мексику с несколькими пересадками, одна из которых в огромном и самом запутанном в Европе аэропорту имени Шарля де Голля. Как вы будете искать свой выход к самолету? Как объяснить цель своего прилета в случае особо придирчивых пограничников? Или вот, например, большой аэропорт в Дубае. Просто огромный аэропорт. Там тоже нужно уметь соориентироваться. И знание языка, прежде всего английского языка, в этом вам поможет. Если вы уже благополучно добрались до места, английский и здесь станет вашим надежным помощником. Зная язык, и не только английский, а вообще иностранный, вы можете находиться как дома не только в Британии, но и, например, в Скандинавии, и в других странах, скажем, в Японии, в Мексике, и в остальных странах, где каждый житель знает английский на довольно высоком уровне. У местных вы сможете узнать не только как добраться до главных достопримечательностей, но и где можно дешево и вкусно поесть, а также в каких районах города его жители предпочитают гулять и покупать вещи. Таким образом почувствовать жизнь в стране такой, какая она на самом деле, вдали от туристических тропинок. Ну и еще можете, как я уже говорил, смело поторговаться с местными продавцами сувениров. Кроме того, знание языка, прежде всего английского, позволит вам не заблудиться, что тоже очень важно. Вот, например, когда я путешествовал по Италии в Венеции, мне как раз помогло знание языка не заблудиться там, вернее мы заблудились, помогло знание английского найти выход к пароходу, который у нас стоял. Если бы мы не успели на пароход, он бы уехал без нас, там очень дорогая стоянка. Вот я спросил дорогу, мне очень подробно все объяснили, я все понял, и таким образом мы пришли вовремя. Примерно такая же ситуация, похоже, была и в Сан-Марина. Там тоже очень много мелких средневековых улочек, где легко заблудиться. Ну, знание языка, опять же, нам помогло не опоздать на автобус. В конечном счете, куда бы вы ни ехали, гораздо приятнее осознавать, что вы в любом случае сможете объяснить окружающим, чего вы хотите. Чувствовать себя в безопасности и комфорте – важная часть отдыха, даже если вы поклонник экстрима. Изучайте английский, и вам будет комфортно в любой точке планеты. Знание языка – это отличное преимущество, и оно не раз вам пригодится в любых путешествиях. Однако, кроме этого, английский и другие языки – это еще и ваша своеобразная страховка в путешествиях. Представьте себе туриста, путешествующего, допустим, по отдаленным городкам Шотландии. Он проводит дни, осматривая замки, снимая фотографии лохнесских чудовищ и периодически заходя в местные пабы. Что если однажды, погуляв в денек под пронизывающим влажным ветром, а в Шотландии зимой и осенью он именно такой, наш турист внезапно сляжет с пневмонией. Представьте себе, каково лежать больным в отеле. Или, к примеру, местный алкоголь не пришелся по нраву вашему организму, и вы понятия не имеете, как бороться с последствиями неаккуратного употребления местного спиртного. Благоразумные туристы всегда берут с собой лекарства. Но что, если как раз в этот раз вы не проявили благоразумие? Аптеки на углу в Шотландии нет. Где купить лекарства вы не знаете. А даже если бы знали, вы понятия не имеете, какие именно лекарства стоит покупать. Ведь местный рынок лекарств очень отличается от нашего. Возможно, даже аспирин его не сможете найти. Также во многих странах лекарства продаются только по рецепту врача. А как к ним обратиться, вы опять же не имеете никакого понятия. Если же вы знаете язык, то все ваши проблемы решаются. Вы всегда можете посмотреть информацию в интернете и позвонить в ближайшую клинику. В крайнем случае, вы можете обратиться к окружающим вас людям и объяснить им ситуацию. Так или иначе, вам помогут, если вы сможете рассказать о своих симптомах и самочувствии. Язык в таком случае окажется вашим спасательным кругом. Также важно хорошо владеть языком и по другой причине. Представьте, что вы путешествуете по маленькому мексиканскому городку в одиночку. Вы осматриваете местные достопримечательности, ездите по пустыне, фотографируете кактусы, а потом замечаете, что потеряли свои документы и деньги. Такое часто бывает в бедных странах, где местное население очень проворно, изобретательно и не всегда высоко морально по отношению к богатым в кавычках и не только в кавычках туристам. Если вы знаете язык, вы сумеете добраться до полицейского участка или просто до полиции ближайшей. Сможете обратиться в консульство или другой правительственный орган, где вам непременно помогут. Если вы не владеете английским или местным языком, то кто знает, сколько вам еще придется бродить по пустыне или быть без денег ограбленным. Конечно, планируя очередное путешествие, совсем не хочется задумываться о таких вещах. Гораздо приятнее, когда удача сопутствует вам во всем, и путешествие проходит легко и приятно. Но, как говорит английская поговорка, Better safe than sorry. То есть береженного бог бережет. Будьте внимательны со своим багажом и документами, подходите разумно к незнакомой пище и алкоголю, одевайтесь по погоде и осваивайте английский и другие языки. Тогда каждое ваше путешествие будет не только захватывающим и невероятным, но еще и безопасным. С вами был Сергей Василенков. Желаю вам удачи во всем и счастья.